Сегодня журналист Татьяна Фельгенгауэр. Татьяна, здравствуй. Да. Привет. А, вот, всё, как раз у нас небольшое зависание, небольшая интрига. Ну и начну с вопросов, которые активно пишут наши зрители в Телеграме. И, в частности, первый вопрос, который задаёт Виктор, звучит так. Почему Татьяна не выступает с бывшими коллегами на живом гвозде? У тебя там действительно не видно. Да, более того, я прямо назову дату, с которой я перестала появляться в эфире «Живого гвоздя». Это 1 августа. Связано это с тем, что 1 августа стартовал наш проект с Deutsche Welle. Это ежедневное дневное шоу. Оно было до января пятидневным. С января стало четырёхдневным. И просто физически нет времени на то, чтобы вести что-то ещё, потому что у меня есть утренний эфир, у меня есть дневной эфир, ещё у меня есть мой собственный YouTube-канал, и у меня есть проект с Медиазоной, который я тоже делаю, который для меня тоже очень важен. И я особенно как-то посчитав все свои возможности физические и моральные, и я поняла, что с «Живым гвоздём» не получится дальше так волонтёрствовать. При том, что я люблю, скучаю, невозможно. Но, к сожалению, у меня сейчас в приоритете работа-работа, а не такие для души проекты. Ну вот Александр Плёщев, который также выходил в наш эфир, рассказывал, что после ухода с эхо Москвы и после отъезда из России он стал работать гораздо больше, чем в Москве. Вот у тебя такая же история, что ты сейчас работаешь больше, чем работала до эмиграции, скажем так. Да, абсолютно такая же ситуация, что я работаю во много раз больше, интенсивнее, и мне сложнее, чем это было в Москве. И это связано, конечно, в первую очередь с тем, что я фрилансер. Фрилансеры, как известно, кормят ноги. В моём случае кормят количество эфиров. И плюс мы лишились редакционных мощностей, что называется, и всё то, что раньше нам помогали делать наши коллеги, это всё-таки, ну, ты знаешь, что эфир — это командный продукт. Да, возможно, в кадре вы видите одного или двух людей, но на самом деле это очень сложный процесс организации, технический процесс, огромное количество нюансов. И раньше со всем этим нам помогали и была команда, сейчас у нас осталось там, у нас стало несколько человек на проекте утреннего эфира, и мы всё делаем сами. То есть, по сути, это такой непрекращающийся рабочий процесс. В тот момент, когда ты начинаешь работать сам на себя, ты начинаешь работать круглосуточно. Ну, ты в своё время уходила как раз из эфира «Эхо Москвы» и объясняла это тем, что устала и перегорела. Ну, потом случилась война, потом случилась 24 февраля, это совершенно новая история. Но, тем не менее, удалось ли как-то всё-таки пересмотреть свой подход, адаптироваться вот к этим новым условиям, чтобы как-то защитить себя психологически? Как ты с этим справляешься? Да никак я, к сожалению, с этим не справляюсь. Я пошла самым плохим для себя способом. Я просто это спрятала куда-то очень глубоко и стараюсь в этом не ковыряться. Это довольно саморазрушительная такая вещь. Неправильно. Не делайте так, как я. Я плохой пример. Но, да, собственно, на самом деле и работа тоже своего рода эскапизм, потому что ты постоянно из одной подготовки выходишь в эфир, сразу переходишь к другой подготовке, к следующему эфиру, и вот так вот постоянно в какой-то круговерте. И не даёшь себе возможности порефлексировать и подумать о том, что вообще с тобой произошло, потому что ты каждый раз и говоришь, нет, есть вещи гораздо более важные. Я, значит, о себе любимой чуть попозже подумаю. И в этом плане, конечно, это не самый правильный подход, потому что, ну, как бы, practice what you preach. Я всегда на своих срединедельных терапевтических стримах про жизнь я всегда всех уговариваю позаботиться о себе. Позаботиться о себе, поберечь себя, заняться собой, не пренебрегать какими-то проблемами психологическими. Вот. И мне, в общем, неловко перед своими зрителями и подписчиками, что я, с одной стороны, их так уговариваю о себе заботиться, а с другой стороны, на себя немножечко махнула рукой в этом плане. А тебе не кажется, что если мы говорим о людях, работающих в эфирах, и о журналистах, новостниках, тех, кто в информации, что это попытка к бегству на самом деле, попытка спрятаться от рефлексии, которая может накрыть, если ты остановишься? Вот ровно то, что я тебе сейчас сказала, что это эскапизм. Это эскапизм. Мы прячемся. Мы прячемся за этими лентами новостей, мы прячемся за этими стримами, за эфирами, за интервью. Мы за всем этим прячемся. Мы в чём-то можем себя как-то… Ну не знаю, через что-то мы можем немножечко себя выпустить, условно через интервью, через разговор с другим человеком или через какие-то стримы. Но в целом, конечно, мы все побежали вперёд, спрятались за свою работу. И я не знаю, что было бы со мной, если бы у меня не было такой работы, за которой можно укрыться. Но ты ощущаешь себя эмигрантом? То есть уже ты находишься достаточно давно вне России. Вот пришло это ощущение или всё-таки его нет? Мне сложно сказать, потому что я не очень понимаю, из чего состоит ощущение эмигранта. Ну, то есть я очень хочу домой, я очень скучаю по своей семье, по родителям, по котам. Я хочу в свою квартиру, в свой дом, к своим вещам. Я хочу в свой город и в свою страну, которую у меня отняли и превратили чёрт знает во что. Чувствую ли я здесь ненужной, чужой и нелюбимой? Нет, не чувствую. Я здесь нашла новых каких-то друзей, людям, которым не безразлично, что со мной происходит. Я познакомилась здесь с совершенно удивительными, на самом деле, людьми и ужасно им благодарна за то, что они вот есть, и они как-то искренне мною интересуются. Поэтому, понимаешь, мне кажется, мы с Плющевым это обсуждали, и вы, по-моему, тоже это обсуждали с Плющевым, и мы с тобой это обсуждали, что в какой-то момент, ну вот прямо с самого начала, включился режим длительной командировки. И вот режим длительной командировки, он всё-таки немножко другой. Кстати, отчасти из-за этого режима ты всё время работаешь, ну потому что командировка — это рабочая поездка. И вот когда ты в длительной командировке, ты просто очень много работаешь. Это не отпуск, не эмиграция, а просто такая очень долгая командировка. Но тебе легче, что Плющев, с которым ты провела огромное количество эфиров, и ты неоднократно писала и в соцсетях, что это очень важный для тебя человек, что он сейчас рядом, что вы вместе в этой длительной командировке? А если бы его не было, я бы никуда не уехала. Если бы не Саша и не его семья, если бы не вот это вот понимание, что я еду не в неизвестность, а я еду в командировку, где у меня конкретная задача, конкретная работа, люди, с которыми я знаю, что я умею и могу работать, люди, за которых я держусь не только в личном, но и в профессиональном плане, я бы, конечно, никуда не поехала. Поэтому я здесь только благодаря Саше и его семье. Спрашивают у тебя по поводу Марии Певчих. Знакома ли ты с ней и смотрела ли интервью с Дудем? Но это в контексте того, что вы в одном городе, насколько я понимаю, находитесь. Я с ней знакома лично, но, что называется, шапошно. То есть мы представлены друг другу, мы узнаём друг друга, но мы виделись едва ли больше трёх-четырёх раз. И я посмотрела это интервью не целиком. Я думаю, что где-то около половины посмотрела, фрагментами, но в общей сложности около половины. Мне что-то было ужасно интересно, потому что я совсем ничего не знала про Марию Певчих в её дофбкшной, так скажем, итерации, каденции. Вот. И мне было интересно. И такое хорошее, бодрое интервью. Мне понравилось. Досмотрела не до конца, поэтому про всё не могу говорить. Чего там, из-за чего весь скандал, я так и не поняла, но опять же, из-за того, что я очень много работаю, для меня все твиттер-скандалы, они долетают какими-то авторшоками. Ну, то есть, где-то краем глаза зацепило и за какую-то реакцию. Почему? Что? Как? Что произошло? Вот. Но я в это всё дело стараюсь не погружаться, потому что твиттер-скандалы — это, по-моему, последнее, чем стоит заниматься. На твой взгляд, не преувеличено ли это отношение к скандалам? Ну, ты сказала, я понимаю, что это последнее, чем стоит заниматься, но, тем не менее, всё-таки на это обращают внимание очень большое количество людей. Мы всё-таки вне, да? Я как латвийский журналист, который, ну, неплохо знает, как мне кажется, уже эту среду, но, тем не менее, я смотрю со стороны. Я вижу, как в это вовлекают всё больше и больше людей. Это раскачивается, медийные персоны, известные персоны, и какая-то история превращается просто в обсуждение. Ну, скажем, Певчих Венедиктов, да? Певчих сказала про список 6 тысяч почему-то Венедиктов. Венедиктов намекнул, можно было интерпретировать, что Певчих, возможно, для кого-то работает. И дальше начинается вот этот снежный ком, в который вовлекается огромное количество известных медийных людей. Вот это меня всегда удивляет. Зачем? Ну, зачем? Я тоже искренне, искренне, искренне не понимаю, зачем. Не понимаю. Конечно, у меня, знаешь, там первый порыв, как у бабулечки у подъезда, клюкой помахать, сказать, шли бы работать бездельники. Вроде люди-то все работающие. Я хочу спросить, вы вместо обеда этим занимаетесь? Что? Чем вы пожертвовали в своей жизни, чтобы провести столько времени в сраче в Твиттере? Вот честное слово. Я не знаю. Я не вижу в этом никакого смысла. Более того, я считаю, что это невероятно вредная штука. Во-первых, потому что там внутри постоянно возникает какое-то количество неправды. Потому что кто-то где-то не так услышал, кому-то что-то не совсем так пересказал, и вот тебе какая-то новая версия того, что было. И уже её разносят как факт. Это очень вредно. Это вообще не про информацию. Это не... Ну, иногда мне кажется, что люди так сублимируют. Ну, то есть они не знают, что ими сделать, поэтому они такие, типа... Твиттере, может, посрёмся? Не знаю, я не вижу другого объяснения. А когда журналисты выносят, скажем, свои истории, свои отношения в публичное пространство? Я понимаю, что, может быть, мой следующий вопрос может быть болезненным. Если не хочешь, не отвечай. Я просто... Поскольку он был в публичном пространстве, я его проговорю. Ксения Ларина, Александр Плющев. И там прозвучало, что история с Ксенией Лариной каким-то образом связана с тобой. То вот она уехала после покушения на тебя. И это вот действительно выросло в какой-то огромный снежный ком обсуждений, а потом исчезла, потому что Ксения Ларина свой пост удалила, ну и вроде как инцидент был закрыт. Ты следила за этой историей? Нет, я не следила за этой историей. Опять же, до меня долетали какие-то авторшоки, причем пересказ пересказа, поэтому я сказала, что я не хочу в это вникать. Мне не нравится, когда мое имя где-то используют, потому что это каждый раз манипуляция, особенно если это связано еще с историей с покушением. И знаешь, в свое время, как раз сразу после покушения я работала очень много с психиатром, потому что у меня было посттравматическое стрессовое расстройство, и много очень с ней прорабатывали, что со мной произошло, почему, как, кто это сделал. ну и в общем у меня было миллион вопросов к ней, и, конечно, больше всего меня там волновало вопрос, ну почему я, почему со мной это произошло. Вот. И я все искала ответ, может быть, там в мотивах этого человека, там я читала материалы дела, все, мне как стороне дела положено ознакомиться с материалами дела, так что это было все законно. Я, значит, читала все там эти экспертизы, допросы и прочее, прочее, и это был полнейший бред, просто ужасный. И мне тогда Елена Матьяновна сказала, Таня, никогда никому не позволяйте вовлекать себя в чужой бред. Это должен быть ваш главный способ защиты. Не вовлекайтесь в чужой бред. Слушай, я молюсь на эту фразу, поэтому, когда начинается вот эта вся какая-то ерунда полнейшая, какие-то скандалы, ссоры, сплетни, какое-то вранье, какие-то передергивания, манипуляции и прочее, я просто каждый раз говорю, ребят, не надо втягивать меня в свой бред. Мне своего хватает. Но ты научилась все-таки, ведь это не так просто, абстрагироваться полностью, тем более, ты не можешь контролировать, когда твое имя где-то звучит. Ты можешь не участвовать и не отвечать, но ты не можешь остановить тех, кто пишет твое имя. Вот там хейтеры какие-то неприятные. Безусловно. Есть вещи, которые я не контролирую, и таких людей очень много. Слушай, не ежедневно пишут какие-то просто гигантские, какое-то гигантское число сообщений, значит, какая ужасная, мерзкая, отвратительная, там, неталантливая, страшная, старая, как жаль, что меня не убили. Очень любят некоторые присылать мне фотографию человека, который меня пытался убить. И как бы вот они рассчитывают на какую-то реакцию от меня. Единственная реакция, которая от меня идёт в паблик, это бан. Когда мне пишут что-то, не знаю, там, про мою внешность и прочее, если у меня есть настроение, могу вежливо поинтересоваться, стало ли человеку легче от того, что он написал мне гадость. Если ему стало легче, то слава Богу, я за него порадуюсь. Но в целом, конечно, полностью абстрагироваться от этого невозможно, но это поддержка не поддержка моей профессии. Поэтому, условно, там, есть один-два человека, которым я могу там поорать в трубку и, не знаю, там, как-то высказаться эмоционально, что я думаю обо всём происходящем. Но таких людей действительно там один-два, потому что я никогда не позволяю себе в паблике ничего такого. Слишком, ну, слишком высокая цена. Ты, кстати, написала пост, в котором рассказала о том, что произошло в Литве, что был инцидент, если я правильно понимаю, в кафе. Если ты правильно посмотрел, то этот был пост закрытый только для друзей, поэтому я прошу тебя не выносить эту историю в паблике. Тогда я не буду никаких подробностей о том, что там было. Оставим это в стороне. Видимо, да, это моя вина, я не посмотрел. Продолжаем тогда наш эфир и разговор. В частности, здесь наши зрители спрашивают у тебя по поводу известности и плюсов. То есть, есть ли плюсы у этой истории, у известности, или, в общем, минусы перевешивают всё? Да, есть ли у нас связь? Плюсы, конечно, есть. Плюсы есть. Да, я тебя точно вижу и слышу. Плюсы довольно очевидные. Главный плюс твоей известности — это люди. Люди, которые тебе доверяют. Люди, которые к тебе хорошо относятся и люди, которые готовы тебя поддержать. То, что мы оказались в Вильнюсе, и Саша нашёл студию и смог запустить заново утренний эфир, прямое тому доказательство. Потому что, по сути, нас пустил один из подписчиков, один из слушателей. Если бы мы были там неизвестны или делали бы плохое утреннее шоу на «Эхо Москвы», то, конечно, ничего подобного бы не могло произойти. Это прямое следствие известности. «Эхо Москвы». Ну и, в общем, огромное количество людей готовы тебе сказать какие-то хорошие, добрые, приятные слова, абсолютно искренне. Кто-то готов помочь тебе чем-то тоже абсолютно искренне от всей души. Это очень вдохновляет, это очень поддерживает, это ведёт вперёд, и это не даёт тебе сойти с ума от одиночества и от бессмысленности, потому что всё равно там, не знаю, регулярно, регулярно я хочу всё к чертям бросить и сказать, господи, в этом нет абсолютно никакого смысла, я просто не понимаю, чем и зачем я занимаюсь. Но потом наступает среда, не знаю, у меня наступает терапевтический стрим про жизнь, и приходят люди, которые говорят, слушайте, я прямо ждал, что наступит среда, мне надо поговорить, как здорово, что вы есть. И ты понимаешь, что ты не можешь взять, вот так вот всё бросить, уйти и сказать, ну вот собака вас всех ешь, сами справляйтесь. Нет, ты понимаешь, что это тебя подпитывает точно так же, как ты поддерживаешь людей, это такой симбиоз очень важный. и, да, это очень, очень много позитивных эмоций тебе даёт. А это твой ресурс, это твой ресурс, который позволяет тебе двигаться потихонечку так, ползти вперёд. Вот ещё вопрос спрашивают в Телеграме, в том числе, о том, как у вас снино, планируете ли вы делать что-то вместе дальше, делаете ли вы сейчас, и вообще в каких вы сейчас соотношениях? Мы в хороших отношениях, дружеских, недавно ходили совершенно замечательно тусоваться. Что касается совместных проектов таких ютубных, то их нет. Нино занимается своим каналом, причём занимается суперэффективно, и я понимаю, почему она отказалась от наших совместных срединедельных стримов, потому что она сейчас очень много вкладывает усилий и весь свой талант в собственный ютуб-канал, и у него получается очень круто. Там замечательные выходят интервью, сейчас Нино запустила стримы по воскресеньям, это не только семейные стримы с Майклом, но и её собственный стрим, поэтому совместных проектов у нас нет. На утреннем эфире мы работаем по очереди, так что да, у нас такая сейчас чистая дружба без примеси работы. Ещё вопрос по поводу пропаганды. Смотришь ли ты российскую пропаганду и как она смотрится для человека, который жил в Москве, изучал её, возможно, профессионально, и теперь смотрят на неё извне, то есть посмотрев глазами литовского русскоязычного, латвийского русскоязычного на то, что там происходит, вот что ты видишь? У меня всё заблокировано, я ничего не могу посмотреть, но я честно скажу, что я не смотрю, я смотрю обычно в изложении, в этом плане, конечно, Илья Шепелин нас всех спасает, потому что он смотрит это за нас, да, я смотрю и читаю Илью, я слежу за тем, что пишут коллеги, и если они там обращают внимание на что-то, прям вот, типа, не знаю, Ольга Скобеева взяла большое интервью Рамзана Кадырова, и там есть возможности, время посмотреть, я посмотрю, но в целом мне из такого пропагандистского, зачем я одним глазом поглядываю, это то, что пишет Сергей Марков, он такой флюгер, по нему довольно любопытно наблюдать, как он расставляет акценты, вот, и я подписана на Сергея Миронова, ну, правда, честно скажу, на Сергея Миронова я подписана, только ради его диалогов с Андреем Захаровым, вот, да, да, Андрей Захаров это журналист русской службы BBC, у них там свои отношения, такой сериал, прям, можно попкорн есть и следить за этим сериалом, вот, поэтому условно программу 60 минут я не смотрю, программу Владимира Соловьева я не смотрю, во-первых, у меня нет на это времени, а во-вторых, там нет ничего нового. Вот Сергей Миронов и другие политики, я даже не знаю, к какой категории отнести лидера Справедливой России, но сейчас очень часто говорят о Явлинском, говорят о Шлозберге в контексте их призывов остановить войну любой ценой, точнее, остановить кровопролитие. Вот как ты думаешь, это, ну, Явлинский и Шлозберг подвергаются тоже массированному хейту, там просто видно, вот как ты считаешь, они правы в своем желании и имеют ли они право и возможность на такие высказывания, ну, учитывая ситуацию, в которой все находятся. Слушай, ну, право на высказывания каждый имеет точно так же, как право на критику этого высказывания, поэтому мы как бы чтим свободу слова и запрещать писать статьи никому не будем. Да, Вадим? Да, нет, мы-то нет. Пусть люди высказывают. У нас, кстати, Латвия, это статья Конституции, цензура запрещена, мы вот все журналисты знаем. Никого угрозой безопасности государственной объявлять не будем. Ну, мы-то точно нет, мы нет, да, но есть другие органы, конечно. Окей, но возвращаясь к твоему вопросу про Явлинского и Шлоттберга и вот этой позиции партии Яблока. Мне очень грустно про это говорить, потому что партия Яблока всегда была чем-то совершенно невероятно прекрасным, обнадеживающим и важным для моей семьи. Я выросла в духе невероятного уважения к партии Яблока и конкретно Григорию Алексеевичу Явлинскому. К сожалению, к сожалению, последние несколько лет и последний год, а последние несколько лет то, что вижу я, говорит о том, что Явлинскому не нужны его избиратели. Ему нужен маленький закрытый клуб его почитателей. Мне очень грустно от того, что произошло с партией Яблока. Мне очень грустно слышать, что люди, которые казались мне невероятно умными, порядочными, тонко понимающими, они ушли в своей софистике куда-то очень далеко. И я просто в ужасе от того, что я слышу. Это бессмысленный абсолютно разговор. Я пробовала, честное слово, я пробовала вести этот диалог и объяснить, что ну как же так, вы не понимаете, что вы поддерживаете путинский нарратив, что после 2014 года, после Боинга, после Донбасса, после этого так называемого русского мира, после Малафеева, Бородая и прочих, и прочих, нет и не может быть никаких вообще даже размышлений о том, что ну давайте сейчас перемиримся немножечко и переговорим и сделаем паузу. Потому что мы знаем, чем это закончится. Это закончится тем, что Путин это использует в своих целях. Он накопит силы и добьёт то, что не смог добить. Поэтому, когда выступают с аргументом, как вы против того, чтобы людей перестали убивать, как это убийство бесконечное? Я говорю, ребят, это чудовищная демагогия. Это просто ужасная демагогия. Вот просто представьте, что в разгар изнасилования говорят, слушай, ну ты перестань сопротивляться, и тогда тебя не убьют. Но насиловать продолжат. И рядом стоит Григорий Алексеевич и говорит, соглашайтесь, отличное предложение. Слушайте, ну давайте вы будете всё-таки на месте человека, который подвергается этому насилию. Причём это же не первый раз происходит. И вот эта демагогия очень меня расстраивает, потому что игнорировать, ну это очевидное же абсолютно, вопросики. Вопросики. Это какое-то что? Это защитный механизм психики. Люди так себя пытаются защитить. Или они правда не понимают. Но я не верю, что они подлецы. Поэтому я буду думать, что они просто не понимают. Вот про Явлинского ты чётко сформулировала, а Шлозберг и Вишневский, вот Лев Шлозберг, который первым сообщил о том, что в Пскове как раз были могилы солдат ещё после 2014 года. Вот почему, на твой взгляд, он это делает? Почему он поддержал Явлинского? Ну вот как ты считаешь? Есть объяснение? Я не знаю. Мне кажется, Лёв Маркович просто очень глубоко в своём уважении и признании авторитета Явлинского находится. Я не вижу других объяснений. Я думаю, что это просто слепое следование Явлинскому. Ещё одна тема, ещё один вопрос. это дискуссия между уехавшими и оставшимися. Опять же, смотрю со стороны, но там страсти, там прям до разрыва каких-то отношений. Давай, что новенького на этом фронте? Вот у тебя есть объяснение, почему так? Почему так болезненно это всё? Кто-то кому-то что-то хочет доказать? У меня всё тоже самое объяснение. Это от собственного бессилия. Это от того, что ни те, кто остался, ни те, кто уехал, как бы они ни старались, что бы они ни предпринимали, не могут поменять ситуацию. Они не могут остановить эту войну вот прямо сейчас немедленно. И я боюсь, что вот это чувство собственного бессилия канализируется в поиске того, кого бы обвинить. понятно, что виноват Путин, но до Путина не дотянуться. Давайте посмотрим, до кого мы можем дотянуться. Ага, вот тут в Фейсбуке кто-то написал, что он уехал, и что все, кто остался, они, значит, плохие. Вот мы сейчас с ним разберёмся. Точно так же, как человек, который уехал, думает, блин, Путин во всем виноват, но до него не могу дотянуться, но мне надо как-то канализировать вот это вот всё, что у меня внутри происходит. Меня же разрывает изнутри просто на кусочки. Нас всех изнутри разрывает на кусочки. Дай, найду всё-таки, ну, куда это всё выплеснуть-то, кто виноват, ну, как, почему. О, вот те, кто остались виноваты, точно. И вот так все постоянно пытаются опереться на вот это вот, что кто виноват. На какие-то ярлыки. Это своего ручка, да, тебя не унесло совсем в этом урагане войны. Очень грустно, но этот механизм чисто психологически мне понятен, потому что хочется чего-то понятного, хочется понятного ответа, из-за кого так всё вышло. Но ответа простого здесь не будет. Да, простой ответ виноват Путин, но дальше, к сожалению, за фамилией Путин стоит чуть более сложная конструкция. Нам бы хотелось, чтобы всё было просто. А на твой взгляд сегодня за пределами России формируются какие-то идеи, какие-то модели, которые могут создать какую-то альтернативу, показать возможность выхода. Ну вот различные конгрессы, там есть такие точки силы, это где-то Ходорковский, где-то Невзлин, где-то Каспаров, ну там много-много различных фамилий звучит и что-то проходит, какие-то конференции Пономарёв там проводил и так далее. Вот видишь ли, может ли из всего этого что-то получиться, что-то действительно важное, знаковое и эффективное? Ну может, конечно, но я что-то сильно сомневаюсь, потому что вопрос ведь в чём? Зачем все эти люди собираются? Для чего? На каких-то мероприятиях действительно бывают очень понятные какие-то вещи, там, не знаю, вот собрались активисты и рассказывают, как они вот на низовом уровне, чисто по горизонтальным связям придумывают какие-то антивоенные акции и пытаются как-то ещё высказаться в условиях абсолютно просто уже массовых репрессий против войны. Что касается вот этого, как нам обустроить Россию, не знаю, может быть, кто-то где-то сможет что-то сформулировать, какие-то там, не знаю, программу реформ или ещё что-то. Но с другой стороны, понимаешь, ну вот, ну, а есть предвыборная программа Алексея Навального, там вполне себе много всего про реформы написано. Потом, извините за самоцитирование, но мы с «Медиазоной» делали серию подкастов «Что делать?» и там было прям поэтапно расписано, как можно реформировать силовые ведомства и МВД, и прокуратуру, и суды, и даже армию. То есть, да, есть люди, специалисты, которые про это думают и которые готовы этим заниматься. Поэтому не исключено, что где-то на просторах этого мира что-то сформулируется более, уже более чётко, да, это будет хорошо. Ну вот, что касается Алексея Навального, Кармурзы, Горинова и многих других, вот они платят огромную цену. И как раз люди находятся в тюрьме в ужасных условиях, это тоже иногда доходят какие-то фотографии и так далее, смотреть на это страшно. Вопрос сформулировал предельно просто. Как ты считаешь, эта цена сегодня оправдана? То есть, вот то, что делают эти люди, что они положили свою жизнь, фактически свое здоровье для того, чтобы вот, ну скажем, высказать таким образом свое несогласие с этой системой? Я бесконечно уважаю их выбор и Алексея Навального, и Ильи Яшиной, и Алексея Горинова, и Владимира Кармурзы, и многих-многих других, и Юрия Дмитриевой, и Лилии Чанышевой. Этих имен сотни. И их выбор нужно уважать. Я говорю о политиках в первую очередь, потому что люди, которые сели по политическим статьям за пост в Фейсбуке, это немножко другая история. Но что касается политиков или вот таких исследователей, как Юрий Дмитриев, я очень стараюсь их не подвести, скажем так. И это единственное, что я могу сделать, потому что смотри, пункт первый, я уважаю выбор Алексея Навального. Я уважаю выбор Ильи Яшиной, я уважаю выбор Владимира Карамурзы. И в наших силах сделать так, чтобы не обесценивали их поступки. Это не жертвы, это их выбор. Не надо его обесценивать, надо про них говорить, надо с ними переписываться, надо им рассказывать, что происходит, надо им сочувствовать, но не жалеть. Сочувствовать — это немножко другое. И надо стараться быть сильными, как они. Поэтому при всём том, что моё сердце просто разрывается от мысли о том, что происходит с Алексеем Навальным, как держат и грозятся посадить практически четверть века Владимира Карамурзу, что происходит с Алексеем Гориновым или Нильёй Яшином. И я считаю, что это люди мужественные, и мне можно только у них поучиться. Ну что ж, спасибо большое, что нашла время, вышла в наш прямой эфир сегодня. Татьяна Фельгенгауэр была с нами на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Мы продолжаем наш стрим. Пишите